Приветствую вас. Спокойствие ни в коем случае не следует путать с, к примеру, зажатостью, с, к примеру, скромностью, с, к примеру, стеснительностью, скованностью и так далее. Спокойствие это в буквальном смысле некая устойчивость, которую вы можете проявить в той или иной ситуации по моему или иному поводу, но это именно спокойствие, ни в коем случае не зажато. Если вы не можете проявить свои чувства, если вы не знаете, как вам, собственно, ну, собственно говоря, проявлять свои чувства, значит, вот, то это уже вопрос, это уже вопрос к тому, насколько вы, ну, с собой ладите, да? Вот. Понимаете, какая штука? Вот. И, соответственно, это, как бы, ну, мысль, мысль о том, что вам тяжело выражать свои чувства. Вот. Понимаете, какая штука? И весь вопрос, собственно, вот, в том и заключается, чтобы понять, почему вам тяжело, там, выражать, допустим, свои чувства, да? Ну, по какой причине вам тяжело это делать? Вот. Понимаете? И если вы стыдитесь своих чувств, если вы, если, 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 если вы этого стыдитесь, если вы стыдитесь своих эмоций, а еще более важно, если вы боитесь проявлять свои чувства, да, то есть, вам, ну, страшно это делать, вот, то, в каком случае, вот, когда речь и идет, о том, а, значит, чтобы вас леночек это раскрепостить, вот. Понимаете? Какая штука? То есть, более, ну, более, значит, более свободно выражать свои чувства. Вот. И, соответственно, возможно, имеет смысл вам посмотреть на то, да, чем вы, ну, чем вы руководствуете, когда, ну, зажимаете. Свои эмоции, опять же, да, свои чувства. Вот. С чем это связано? Что касается, что касается того, что, значит, как можно проявить свои эмоции, да? Вот. Что касается того, что здесь, в принципе, ничего сложного-то нет. Вам достаточно просто проявлять определенную, определенную заботу к человеку. Вот. Понимаете? Вам достаточно просто проявлять некое, ну, некое тепло, да, к человеку. Вам достаточно проявлять некую нежность к человеку, да, в том числе, в том числе и, ну, в том числе физическую. Вот. Понимаете? Я думаю, что человек поймет, да? Человек поймет, значит, ну, что он вам не безразличен. Значит, часто бывает достаточно, значит, того, чтобы брать какую-то часть ответственности на себя, да, вот, за человека, ну, то есть вот если вы возьмете какую-то часть ответственности на себя за человека, которого вы, ну, которого вы любите, то это тоже воспримется им, так скажем, достаточно, ну, достаточно позитивном ключе, да? Это воспримется им как плюс. Вот. Достаточно серьезный плюс. Вот. Вот. И вы, соответственно, таким образом сможете поколдать свою заботу. Вот. Защита. Защита очень хорошая, просто продемонстрирует. Но женщине, опять же, женщинам тогда важны все же именно, именно, ну, именно, проявления, именно слова. Вот. Вот. Женщине, важно именно, что вы сказали какие-то вещи. Вот. Поэтому просто действиями вам будет, ну, достаточно сложно ограничиться просто действиями, да, и просто какими-то поступками. Вот. Такая вот история. И я надеюсь, что для себя вы это поймете, что есть разница все-таки между тем, что вы, между тем, что вы именно спокойный человек, вот. И тем, что вы застенчивый, и тем, что вы стесняетесь, тем, что вы стесняетесь, там, допустим, допустим, своих чувств, тем, что вы боитесь их выражать, и прочее, 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 прочее. Вот. 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 Это, мне кажется, очень такая ключевая история, на самом деле, здесь. То есть, чтобы вы себя как бы сами не обманывали. Вот. И если вы не будете, если вы не будете сами себя обманывать хотя бы, да, вот, то это уже будет большой, прогресс, на мой взгляд, для вас это будет большой прогресс, потому что вы сможете вообще более честно, значит, смотреть на то, что вы ощущаете. Вот. И лучше, конечно, вот идеальный вариант, если вы изучите, например, Ялсообщение, это такая техника, которая есть в интернете. Вот. Идеально, если вы все-таки поработаете со специалистом над своими чувствами, над своими эмоциями. Вот. И разберетесь с тем, что вы чувствуете, почему и что останавливает вас, когда вам хочется, например, их выразить. Выразить, да. Ну, непременно выражать, непрерывно выражать свои чувства, да, свои эмоции. Вот. И, соответственно, если вас что-то останавливает, то с этим можно и нужно работать, да. Вот. Ага. Значит, вот, примерно, примерно, такой ответ, я думаю, вам можно дать. Ну, примерно, такой ответ я бы дал вам. Вот. И, соответственно, в этом направлении вам нужно двигаться. Вот. Девушки, девушки ваши, имеет смысл сказать, что, что есть чувства к ней, о которых вы не говорите. Понимаете? Вот. Просто чтобы она хотя бы, просто чтобы она знала об этом. Хотя бы. Понимаете? Вот. И, на мой взгляд, этого пока что будет достаточно. Вот. На мой взгляд. То есть, показаться, на мой взгляд, это вполне достаточно. Вот. А может быть, может быть, может быть, может быть, ей это будет, ну, приятнее, да. Может быть, ей будет, ну, более приятно. Знать, что у вас есть какие-то чувства, да. Сколько, ну, к ней. Вот. И, соответственно, это позволит вашим отношениям не закончится, да. Ух, вот. Потому что все равно в противном случае девушка просто может подумать, что она вам не нужна. Вот. А это несколько, ну, несколько более неприятная, неприятная история, да, для вас. Вот. Ну, пожалуйста, не путайте, не путайте спокойствие, да, и то, что вы не можете выразить свои чувства, свои чувства. Вот. Это разное. Это абсолютно разное. Вот. На этом все, в принципе, я надеюсь, что мой ответ вам будет полезен. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. Ну, за его оценку в качестве лучшего. Вот. А я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Я надеюсь, я очень надеюсь, что вы разберетесь, в себе, да, я очень надеюсь, что вы разберетесь в себе, я очень надеюсь, что вы, ну, будете лучше разбирать, ну, будете лучше понимать свои эмоции, да, вот, будете лучше слышать свои чувства, вот. Это очень важная история, это очень ценный момент, если вы будете свои чувства слышать, вот. И, соответственно, как вариант, вы сможете, значит, ну, в большей степени участвовать, участвовать в отношениях. Такая штука. На этом, собственно, все. Я вам еще раз желаю удачи. Вот. Я еще раз желаю вам всего самого доброго и надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом. Ну, а если не получится, то обращайтесь за помощь специалистам. Спасибо. Спасибо.